Айсберг не виновен в гибели Титаника. К такому сенсационному выводу пришли британские исследователи. Детально изучив все обстоятельства катастрофы, они установили. Лайнер погубил пожар в угольном бункере. И что самое удивительное, его могли устроить намеренно. Но кто стоял за этой трагедией? Дания, апрель 2018 года. Скандинавские ученые, сканируя морское дно, на глубине 120 метров обнаружили субмарину Ю-35-23, известную также как подлодка Гитлера. Она бесследно пропала в мае 45-го, вскоре после штурма Берлина. До сих пор многие историки верили, что именно на ней Адольф Гитлер, удачно инсценировав свою смерть, сбежал в Южную Америку. Однако теперь выясняется, даже если Гитлер и был на борту субмарины, далеко уйти ему не удалось. Лодка лежит всего лишь в 10 милях от берега. Страшно представить, что было бы, останься фюрер в живых. Возрождение нацизма, Четвертый Рейх, новая мировая война. К счастью, история пошла по другому пути. Исследователи уверены, многие морские катастрофы происходят не по воле волн, а тщательно планируются людьми. Но кто же стоит за громкими кораблекрушениями? Какие тайны навечно похоронены на дне океана? Сегодня в программе проклятие трех братьев. Как название судна влияет на его судьбу? У «Титаника» был брат-близнец. То есть такой же громадный корабль, его звали «Британик». Знаки судьбы. Как юморист Владимир Винокур чудом избежал гибели в морской катастрофе? Мы поехали, шашлыки и там все. И вдруг сообщают вот такое. Чудо морское. Или кого скрывают океанские пучины? В конце времен к труху явятся и как бы, ну, собственно, уничтожат наш мир. Капитан уходит последним. Только в программе «Тайны Чапман» Эксклюзивное интервью с командиром погибшей подлодки Ка-219. Через сутки пролетел американский самолет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эксклюзивное интервью с командиром погибшей подлодки Ка-219. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это событие могло стать причиной серьезнейшего международного конфликта или даже спровоцировать мировую войну. Атлантический океан, Саргасово море, 3 октября 1986 года. В одной из шахт советской атомной подлодки Ка-219, которая шла на задание патрулировать морское побережье США, взрывается баллистическая ракета. Капитан Ка-219 Игорь Британов принимает решение продуть все цистерны и запустить винты для экстренного всплытия. Матрос Сергей Переминин ценой своей жизни отключает атомный реактор. Однако опасность взрыва сохраняется. Мир даже не знает, что он на волоске от ядерной катастрофы. И все это за неделю до готовящейся встречи на высшем уровне Михаила Горбачева и Рональда Рейгара. Главную ответственность за то, что происходит на борту Ка-219, берет на себя капитан. Я отдал об эвакуации экипажа, потому что горел четвертый отсек. Это, значит, подтверждено всеми. Мною лично я ходил, пробовал температуру переборки. Она, вот, для вас сообщаю, что вот если рука температуру не держит, эта температура больше 70 градусов. Вот у меня рука была обожжена. А там семь ракет. Зачем гибнуть все вместе? Вот был убран экипаж с корабля. А я остался. Ну, как, корабль есть, как его покидать? Как удалось избежать катастрофы планетарного масштаба? И что было главной причиной аварии? Только для зрителей программы «Тайный Чапман» рассказывает капитан подводной лодки Ка-219 Игорь Британов. Много веков человечество воспринимает кораблекрушение как рук, случайность, последствия слепой игры стихий. Однако давайте внимательно рассмотрим истории известных морских катастроф. Многие из них, на поверку, очень сильно напоминают тщательно спланированные заказные убийства. Великобритания, пролив по Декале, январь 1873 года. Парусник «Нордфлит» известной фирмы Джон Паттон и компания мирно стоит на рейде, ожидая благоприятного ветра для выхода в океан. Неожиданно в «Нордфлит» на полном ходу врезается неизвестное судно. Вот это вот судно, не соблюдая элементарные правила по расхождению судов в море, в общем, производит таран. После этого, видимо, поняв, что произошло, гасят все ходовые огни и пытаются затеряться в огромном количестве стоящих на якорях судов. В общей сложности в этой страшной трагедии погибло около 300 человек. Но по чьей вине она произошла? Как выяснили позже, парусник протаранил испанский пароход «Мурильо». Моряки говорили, что крушение «Нордфлита» заказали конкуренты компании, владевшей судном. Разбирались с помощью морских катастроф и с политическими соперниками. Турция, пролив Босфор, 15 октября 1921 года. В яхту «Лукул», где находилась штаб-квартира последнего главнокомандующего Белой армии барона Врангеля, на полном ходу врезается итальянский сухогруз. Он проходил мимо «Лукул», потом резко свернул, ударил ему в борт под углом 90 градусов, разрезал почти корабль пополам, сдал назад и ушел дальше. Все это было очень похоже на умышленный таран, на умышленный таран, который он произвел мастерски. Яхта затонула за несколько минут. Погиб Мичман и несколько человек команды. Самого Врангеля на судне не было. Ни злой умысел капитана сухогруза, ни причастность к этому происшествию советского правительства доказать не удалось, хотя на это указывало множество косвенных свидетельств. Предполагалось, что ВЧК сумело заплатить капитану большую сумму денег, для того, чтобы он подопил вот это вот раздражавшее советское правительство судно. Доказать, что кораблекрушение случилось не по воле волн, а по чьей-то злой воле, как правило, невероятно сложно. Ведь море – это идеальное место для преступления. Любое происшествие всегда можно списать на буйство стихий, а кроме того, вода хорошо скрывает улики. Однако есть инциденты, которые вызывают у историков очень большие подозрения. Морская катастрофа, которая повлияла на ход истории. Осенью 1948 года на советском теплоходе «Победа», следовавшем из США в Одессу, случился пожар. Среди погибших оказался китайский маршал Фэн Юйсян. Его визит мог в корне изменить политический расклад не только в Китае, но и во всем мире. Ведь маршал считался главным соперником великого кормчего Мао Цзэдуна. В конце 40-х в Китае шла ожесточенная война между коммунистами и армией сторонников консервативной партии Гоминдан. Сталин, для которого отношения с восточным соседом были очень важны, судя по всему, к лидерам противоборствующих сторон Мао Цзэдуну и Чанкайши особого доверия не испытывал. А вот к Фэн Юйсяну в СССР относились с симпатией. Поговаривали, что он ехал в Советский Союз, чтобы заручиться поддержкой Москвы. Однако добраться до цели ему было не суждено. На Траверзе, недалеко от Севастополя, происходит вот этот пожар. Ну, в общем-то, доказано уже, как, кстати, источник пожара. Это, значит, помещение для хранения кинопленки. Матрос, значит, киномеханик перематывал пленку, возникла искра. Пленка тогда была очень из горячего материала. Никто его первое время не тушил. Пожар распространился достаточно. Ну, вот, и погибло порядка, значит, там, 50 человек. Есть гипотеза, что диверсант проник на победу во время остановки теплохода в Батуми, а после пожара спрыгнул за борт и вплавь добрался до Севастополя. Но кто мог это сделать? Китайские коммунисты, которым было выгодно убрать конкурента МАО. А может быть, западные спецслужбы? Ведь Фэн Юйсян мог стать сильным лидером Единого Китая, что явно не входило в планы Лондона и Вашингтона. Конспирологи считают, что в большинстве загадочных морских катастроф так или иначе прослеживаются интересы западных стран. В октябре 1986 года в одной из шахт советской подводной лодки К-219 происходит взрыв баллистической ракеты. Благодаря героизму и самоотверженности экипажа глобальную катастрофу удается предотвратить. К месту крушения тут же направляются корабли ВМС США. В воздух поднята авиация. Через сутки пролетел американский самолет. Этот «Орион» противоводочный. Подогнали сначала спасатель, где-то он там ходил был. Потом вот эту подводную лодку, которая рядом ходила, тоже с целью выяснить обстановку. Американская субмарина «Аугуста» совершает маневры с поднятым перископом в непосредственной близости от советской подлодки. Американцы не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы, воспользовавшись катастрофой, получить доступ к военным тайтам. Доходит до того, что американский буксир пытается перехватить шлюпку с советскими офицерами, перевозящими с борта подлодки секретные документы. Напряжение достигает максимальной точки. Все это время капитан Британов остается на борту субмарины. А судне, которое могло в любой момент взорваться или затонуть, в полном одиночестве он проведет три дня. Вот я часто спрашиваю, страшно было? Да нет, не страшно, потому что голова была постоянно забита, значит, необходимостью анализировать ситуацию, давать какие-то команды, предусматривать, что может быть. Тоже спрашиваю, спал или нет, там наработаешься так, чтобы обморок, только утром просыпаешься, и все. За трое суток ничего не ехать. Почему на борту советской субмарины взорвалась баллистическая ракета и какую выгоду из этой катастрофы попытались извлечь США? СССР, Магадан, 19 декабря 1947 года. В бухту Нагаева входит пароход генерал Ватутин под завязку загруженной жизненно важным для колымских приисков грузом – взрывчаткой. На момент катастрофы в трюмах его находился в основном продовольственный груз. В небольших количествах технический груз и 3013 тонн взрывчатых веществ – аммонит, генавтолит, толк. Согласно правилам технической безопасности морского флота, судам, груженным опасным грузом, категорически запрещено приближаться к другим плавсредствам. В бухте уже стоял пароход «Выборг» и тоже со взрывоопасным грузом – детонаторами. Однако начальник порта почему-то игнорирует все предписания и отправляет на генерал Ватутин радиограмму – подойти к кромке льда у третьего причала. Далее события развиваются стремительно. Генерал Ватутин подходит к кромке льда, и в это время из его носовой части начинает идти густой черный дым. Потом раздается небольшой силы взрыв. Отваливается часть борта, носовой части. Пожарная охрана с берега на машинах выдвигается к судну, чтобы его потушить. Люди начинают соскакивать с генерала Ватутина, и через какое-то время, буквально несколько минут, раздается очень большой взрыв, вырывается пламя 40-метровое вверх. Мощность взрыва в бухте Нагаева всего лишь в 6 раз меньше ядерного взрыва в Хиросиме и составляет 3000 тонн в тротиловом эквиваленте. Генерал Ватутин буквально разлетается на куски. Осколки мы находили на расстоянии до 8 километров. Эти осколки ни с чем не спутаешься, ни с каким другим железом, поскольку имеют причудливые формы изгиба, они разорваны, края острые, завернуты в спирали, металл толстый. Сразу же после взрыва на генерале Ватутине срабатывают детонаторы на соседнем Выборге. На город обрушивается мощная взрывная волна. Повыбило в домах стекла, по стенам пошли трещины. В общем, 111 погибших и более 500 человек раненых. Жертв могло быть значительно больше, если бы облако из ядовитых газов, образовавшееся на месте катастрофы, не унесло ветром в открытое море. Эксперты называют самые разные причины катастрофы. От нарушений техники безопасности до диверсии. Смотрите далее. Чему быть, того не миновать. Как понять, что корабль обречет? Номер приписки М-999. То есть мы видим 666. Люди скажут повезло. В какой катастрофе могли погибнуть Лев Лещенко и Владимир Винокур? Конечно, это называется в рубашке. Родились оба. Флебустьеры 21 века. Кому служат сомалийские пираты? То, что они с ними контачат и поддерживают, это действительно так. Сразу же после катастрофы в бухне Нагаева появились гипотезы о мистической подоплеке этой трагедии. Говорили, что пароходу генералу Ватутин изначально было предначертано погибнуть. Пароход генералу Ватутин имел приписку «Город Владивосток». Номер приписки М-999. То есть мы видим 666, число дьявола и число зверя. Также на борту генерала Ватутина находилась взрывчатка в количестве 3313 тонн. То есть мы опять же видим, фигурирует 13 число чертова дюжина. Сами жители Магадана в мистическую подоплеку катастрофы не верили. Зато вот версию о диверсантах обсуждали как совершенно реально. Бухти Вамины отбывают сроки наказания Власовцы. Вот те, кто служил в армии Власова, но так это или не так, и что вот заложено взрывное устройство, было еще при выходе из Ванина, чтобы взорвались они здесь, вот именно где для строя МВД, СССР. Вот это все такое, что, дескать, это будет местью, что ли, ответом. Тогда же говорили, что за диверсией Власовцев могут стоять и зарубежные спецслужбы. Ведь буквально за месяц до этого министр иностранных дел СССР Молотов сделал знаменитое заявление о том, что для Советского Союза больше не существует секрета ядерной бомбы. Вера в секрет атомной бомбы, хотя этого секрета давно уже не существует. Не исключено, что после этого Лондон и Вашингтон решили напомнить Сталину, насколько длинные у них руки. По некоторым данным, в операции задействовали предатели из русской освободительной армии, которые после войны эмигрировали на Запад и оттуда вышли на связь со своими бывшими сослуживцами, а те, действуя по четко разработанному плану, пронесли на пароход бомбу. Нам удалось выяснить, что заключенные загружали пароходы без какой-то охраны. Вполне возможно, что зэки сделали какое-то устройство взрывное, подложили в корабль. Многие историки считают, что большинство морских катастроф могла организовать только одна западная держава – владычица морей Великобритания. Одна из наиболее изощрённых схем была использована для того, чтобы пустить на дно трансатлантический лайнер «Лузитания». США, Нью-Йорк, 1 мая 1915-го. «Лузитания» выходит из Нью-Йоркского порта в направлении Ливерпуля. Странности, которые, впрочем, при ближайшем рассмотрении окажутся звеньями одной цепи, сопровождают этот рейс с самого начала. Гибель лайнера «Лузитания», торпедированного немецкой подлодкой в мае 1915-го года, была неизбежна. Накануне рейса многие высокопоставленные пассажиры получили анонимные телеграммы с настоятельным советом отказаться от плавания. Предупреждение прислало и немецкое посольство. Оно было опубликовано на рекламной листовке очередного рейса «Лузитании». Германия буквально незадолго перед этим объявила район Северное море, районы, которые прибрежны с Англией и Ирландией, зоной боевых действий, где будут уничтожаться не только все британские суда, но и все суда, идущие в британские порты. Практически все пассажиры об этом знали. Вероятно, руководство пароходной компании «Коннард Лайн», которой принадлежало «Лузитании», понадеялось на то, что немцы не посмеют потопить пассажирское сотно, а британские военные корабли в территориальных водах королевства возьмут лайнер под защиту. Однако и с тем, и с другим они горько ошибались. 7 мая «Лузитания» подошла к берегам Ирландии. Обычно в таких случаях для сопровождения пассажирских кораблей выделяется несколько крейсеров или эсминцев. Однако, и это доказанный факт, первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль лично распорядился не предоставлять «Лузитании» никакой защиты. Объяснение было такое, что это был большой лайнер, даже по современным масштабам, почти 45 тысяч тонн водоизмещения с большой скоростью хода, более 20 узлов. Якобы все надежды были расчет на то, что на большой скорости она проскочит этот район. Британским властям было известно, что на пути следования «Лузитании» замечена немецкая субмарина. Они сообщили об этом американским морякам, однако, как выяснится позже, назвали неверные координаты. Может создаться впечатление, будто бы «Лузитанию» намеренно заманивали в сети, где ее ждал убийца, немецкая подлодка Ю-20. Пущенная немцами торпеда попала в правый борт под мостик. Взрыв взметнул обломки стальной обшивки, затем последовал второй, более мощный. Лайнер начал сильно крениться на правый борт и затонул всего за 18 минут, унеся с самой на дно почти 1200 человек. Что самое удивительное, причины второго взрыва не выяснены до сих пор. Капитан Ю-20 Вальтер Швигер уверял, что его подлодка произвела всего лишь один выстрел. Позднее эксперты Лондонского имперского военного музея доказали, что даже две немецкие торпеды не могли нанести таких разрушений. Что же в таком случае произошло? На Узитане было, я считаю, более 20 котлов, и при попадании воды, холодной морской, раскаленную топку, горячий котел, конечно, это приводит к огромнейшему мощному взрыву. Поэтому неудивительно, что был второй взрыв, его можно было принять за взрыв специально заминированного груза. Впрочем, многие исследователи все-таки склоняются к версии, что котлы здесь ни при чем. Взорвалась взрывчатка или боеприпасы, которые тайно перевозили из Америки в Британию. Якобы командование Королевского флота об этом прекрасно знало, но какую пользу Англии могла принести эта чудовищная катастрофа? К 1915 году Британия увязла в войне с Германией и как никогда остро нуждалась в новом союзнике. Однако Соединенные Штаты не торопились вступать в Первую мировую бойню. История с затонувшей Узитанией, на борту которой погибли сотни американцев, могла подстегнуть Вашингтон объявить войну Германии. Правдивость этой гипотезы подтверждает и то, что по некоторым данным англичане попытались уничтожить останки Узитании. То есть достаточно странно, зачем надо было все суда, погибшие в результате катастроф, с человеческими жертвами, вот они объявляются братскими могилами. Вообще всякое проникновение на них запрещено. Использовать кораблекрушение как инструмент в своей циничной политической игре умеют и союзники англичан-американцы. Вспомним историю советской атомной субмарины К-219, в шахте которой взорвалась баллистическая ракета. Только благодаря мужеству экипажа мир удалось спасти от катастрофы в десятки раз страшнее Хиросимы. Но почему на борту подлодки создалась критическая ситуация? Капитан Игорь Британов говорит, что ракета взорвалась из-за ошибки подводников, которые вовремя не доложили ему отечи в ракетной шахте. Однако есть и другое объяснение, что могло случиться с К-219. Есть версия, что она столкнулась, или то, что ее задела американская подводная лодка, следившая за ней, и оставила свой след на борту. Сторонники этой гипотезы приводят веские аргументы в ее пользу. К примеру, известно, что в конце октября 1986 года американская субмарина «Аугуста» та самая, что была замечена на месте катастрофы, вернулась в порт приписки с повреждениями, явно вызванными столкновением. Но зачем западным странам потребовалось устраивать эту катастрофу? Все встает на свои места, если вспомнить, что как раз в эти дни шла подготовка к встрече Михаила Горбачева и Рональда Райкана. Два лидера должны были обсудить вопросы размещения ракет средней дальности. Ядерный взрыв на российской подлодке у самых берегов Америки мог бы дать президенту США дополнительные козыри на переговорах. Трудно назвать такой подход честным, но вся история отношений России с англосаксонским миром убеждает, другого ждать и не приходится. Варенцево море, 7 ноября 1942 года. Советский танкер «Донбасс» идет порожняком к берегам Исландии. Неожиданно судно атакует немецкий эсминец. Казалось бы, рядовой эпизод войны, если бы не ряд крайне подозрительных обстоятельств. Эсминец бил по «Донбассу» до тех пор, пока танкер не загорелся, а затем не раскололся пополам. Почему капитан эсминца хотел окончательно убедиться, что «Донбасс» действительно пошел на дно вместе со всей командой? Советский танкер «Донбасс» потопили, чтобы уничтожить одного единственного человека. Такую версию выдвинули историки из спецслужб. Главной мишенью был резидент нашей разведки, член знаменитой кембриджской пятерки Арнольд Дейч, направлявшийся с секретной миссией в Аргентину. Арнольд Дейч считается одним из самых выдающихся профессионалов, работавших на советскую разведку. Он выполнял задания во Франции, Голландии, Австрии, Германии, однако славу великого разведчика заслужил благодаря своей миссии в Англии. В 1934 году для прикрытия он поступил на психологический факультет в Лондоне и всего за несколько лет завербовал для Москвы несколько первоклассных агентов. В их числе знаменитая кембриджская пятерка, члены которой впоследствии занимали высокие места в британской правящей элите. Перед войной Дейча отозвали в Москву. Новым его заданием должна была стать командировка в Аргентину. Арнольд Дейч шел в составе экипажа, а не как пассажир, как некая вип-персона, которая себя готовила к спецдеятельности. Вот этого нет. Он шел там как член экипажа, и поэтому по боевому расписанию он занял свое место в рудийном расчете и там погиб. То есть погиб, как обычный моряк, как обычный артиллерист. Обратите внимание, снова в истории возникают немецкая торпеда и британские интересы. Могли ли английские спецслужбы специально сообщить немцам маршрут следования Донбасса, чтобы уничтожить одного из самых успешных советских разведчиков, к тому же главного специалиста по Британии? По мнению политологов, дипломаты и политики Соединенного Королевства уже много веков специализируются как раз на таких сложных играх. Во многих войнах англичане воевали не своими руками. Что это значит? Это значит, что англичане доказали умение использовать других в своих интересах, умение дипломатическими методами решать свои проблемы. Считается, что во второй половине 20 века Великобритания проиграла гонку за геополитическое господство Соединенным Штатам Америки. Однако, несмотря на это, под властью Ее Величества Королевы остаются более 70% земного шара, а Британия по-прежнему сохраняет за собой титул владычицы морей. По данным экономистов, доход от морских перевозок составляет практически четверть бюджета Соединенного Королевства. И Лондон всеми силами старается сохранить это положение. Многие наши эксперты уверены, Великобритания организовала антироссийскую кампанию, безосновательно обвинив Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Только для того, чтобы лишить нашу страну возможности участвовать в проекте «Новый шелковый путь». Речь идет о транспортном коридоре из Восточной Азии в Европу, который может поставить крест на морском владычестве Британии. Раньше они могли Европу держать за горло, потому что для Европы экономические связи, торговля имеют столь же большое значение, как и для Китая. Без внешней торговли они никуда. А внешняя торговля – это всегда моря. На морях господствует Англосакс. Поссорился с ними – получи. Если устанавливается прямой контакт между рынком Китая и рынком Евросоюза, то возможность влиять на этот мир сводится, если не к нулю, то близко к нему стремятся. Это действительно прямой вызов основам западного, то есть англосаксонского мира. Историки знают, для англосаксонской элиты в основе всего собственные корыстные интересы, перед которыми отступают и нормы морали, и требования закона. К примеру, долгое время корона покровительствовала и грабившим корабли флебустьером, и страхующим суда коммерсантам. Изначально это британская моря, это был британский рынок. Соответственно, страховые компании, они просто вынуждены были, ну, все суда вынуждены были страховаться в тех компаниях, которые находились в Великобритании, потому что она диктовала свои условия. Эта же схема продолжает работать и сейчас. Безусловно, официально корона не дает патенты на пиратскую деятельность, но, по некоторым данным, имеет к пиратам 21 века, промышляющим у берегов Йемена, Эритреи и Сомали, самое непосредственное отношение. Я не совсем думаю, что они нанимают пиратов специально, но то, что они с ними контачат и поддерживают, это действительно так. Мы знаем, что основной лидер страхования на море – это старинная британская компания «Лойд», которая держит этот рынок, в том числе и рынок, и страхование в зонах с пиратской активностью, с высокой пиратской активностью. И, соответственно, стоимость прохождения судов, страховка, она увеличивается. Как утверждают наши эксперты, в пиратском бизнесе участвует множество британских юристов, выступающих посредниками между захватывающими суда бандитами и владельцами судов или грузов. То есть судно захватили, они уже знают, примерно, какие группировки там отработали, какие либо группировки с ними связаны, и сообщают о том, что задержаны какой-то судно. Они связаны с владельцем судна и предлагают ему решить вопрос по верату судна. Есть гипотеза, что незаконную деятельность на морях в Британии контролирует отдельная, засекреченная спецслужба, особый отдел британского ВМФ, о существовании которого не знают даже многие члены кабинета министров. По данным российских конспирологов, сокращенное название этой организации выглядит так, что, по всей видимости, расшифровывается как отдел Кракен. В древности кракенами скандинавские моряки называли гигантских подводных чудовищ, а сегодня это символ морского могущества. Глава организации подчиняется, по одним данным, премьер-министру, по другим только королеве. Многие называют Кракен одной из самых эффективных британских спецслужб и при этом самой законспирированной. Вот какое конкретно судно они взорвали, это все покрыто тайным мраком. Вот когда вскроются архивы, а они вскроются только тогда, когда Британия перестанет существовать. Я полагаю, что надеяться на это в обозримой пятилетке, это не научная фантастика. Зато фантастическими смело можно называть методы, которыми пользуются сотрудники этой суперсекретной спецслужбы. По мнению экспертов, причиной многих загадочных кораблекрушений на самом деле было применение новейшего волнового оружия. Не исключено, что в этом ряду и одна из самых громких морских катастроф советской эпохи – крушение парохода «Адмирал Нахимов». Под названием «Берлин» он был спущен на воду в Германии в 1925 году. Сначала он перевозил пассажиров через Атлантику. В годы войны был госпитальным судном. Затем в качестве трофея перешел к СССР и стал использоваться как круизный лайнер. Правда, в 80-е годы в силу почтенного возраста ходил только по Черному морю. По всем стандартам оно уже давно выработало свой срок. Оно уже готовилось к списанию. После этого даже некоторые говорят, что судно должно было быть взято, зафрахтовано студией Мосфильм для съемок фильма «Катастрофа», где оно должно было затонуть. 29 августа 1986 года лайнер вышел в рейс из Одессы до Батуми и обратно. 31 августа адмирал Нахимов прибыл, как оказалось, в последний свой порт Новороссийск. Именно там, на его борт, должны были сесть кумиры советской публики Лев Лещенко и Владимир Винокур. 31 августа 1986 года у нас был концерт Новороссийский на стадионе. А вечером я должен был сесть на Нахимов, адмирал Нахимов, идти в Сочи. У меня через день гастроли в Сочи были. Ну и не хотелось ни лететь, ни ехать. В общем, я решил пойти в море. А у Львы был выходной на следующий день. Он говорит, я пару дней побуду в Сочи с тобой, поеду. Спасло друзей артистов только то, что Льва Лещенко неожиданно вызвали в Москву выступать на правительственном концерте. А ехать одному, решил Винокур, будет скучно. А я после концерта думаю, что я один пойду кораблем. Ребята там, друзья, поехали, шашлыки поедем, посидим. Я подумал, утром поеду с ребятами на трамвайчике. Растрясет, но зато хоть посплю нормально. Вот это мы поехали, шашлыки и там все. И вдруг сообщает вот такое. Когда адмирал Нахимов выходил из порта, в него на скорости 5 узлов, это около 10 километров в час, врезался сухогруз Петр Васев. В огромную пробоину хлынула вода. Всего лишь через 30 секунд она затопила все машинное отделение. Через 8 минут после столкновения судно ушло на дно. Но как такое могло случиться? Смотрите далее. Ошибки в навигации или космические лучи. Что погубило пароход адмирал Нахимов? Капитан Ткаченко, он потом на суде говорил, что на него нашло какое-то затмение. Спасибо ангелу-хранителю. Кому посчастливилось уцелеть в трех кораблекрушениях? Если верить в морских богов, то почему-то только она им по каким-то причинам особенно приглянула. На секретной службе Ее Величества кто стоит за таинственными морскими катастрофами. Копил все корабли, какие ему там от чего-то не понравились. Гибель адмирала Нахимова считается одной из самых страшных морских катастроф в истории СССР. Только потому, что катастрофа произошла недалеко от берега, удалось спасти многих пассажиров и членов экипажа. Почти 800 человек. 423 человека погибли. Назначен был представитель комиссии, правительственная, был Гейдар Алиев. И он дал указания, чтобы искали именно нас тоже. И вот даже вот вылавливали там из воды людей. Вот спрашивали, не видели там винокурли, если знаем, что должны были быть, но мы их не видели. Конечно, это называется в рубашке. Родились оба. Очень показательно, что крушение Нахимова освещалось в западной прессе. В редком издании не проводили параллели между гибелью старого, отживающего последние годы судна и судьбой Советского Союза, которому в ближайшее время, судя по всему, также предстоит пойти ко дну. Переломной эта катастрофа стала и для мировоззрения многих жителей СССР. Как считают конспирологи, гибель Нахимова серьезно ускорила распад Советского Союза. Вполне возможно, что ее организовали западные спецслужбы. Но как они могли это осуществить? Давайте разберемся. Круизный лайнер на выходе из порта встречается с сухогрузом. По действовавшим правилам, Петр Васев должен был пропустить адмирала Нахимова. Как выяснилось на суде, капитан Петра Васева, Виктор Ткаченко, связался с Нахимовым и сказал, что пропустит пароход. Однако сам продолжал двигаться в его направлении. Неужели он намеренно шел на таран? Следствие не доказало злого умысла со стороны капитана Сухогроза. Однако многие свидетели говорили, что в момент катастрофы Виктор Ткаченко находился в неадекватном состоянии. Почему он фактически до самого последнего момента не снижал скорость? Это непонятно. Капитан Ткаченко, он потом на суде говорил, что на него нашло какое-то затмение. По словам самого Ткаченко, затмение нашло не только на него, но и на приборы. Системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса на борту Сухогруза показывали, что суда благополучно разойдутся. Почти сразу же появилась версия, что капитана кто-то намеренно вводил в заблуждение. Эту версию ее озвучил еще капитан Ткаченко. Ему казалось, что он мог наблюдать какое-то третье судно, и, соответственно, на него ориентировался при прокладке курса. Это судно, ему казалось, что оно находится в двух милях, хотя действительно, хотя адмирал Нахимов при этом находился гораздо ближе. Что же произошло на самом деле? На первый взгляд невероятно, однако многое объясняющую версию выдвинул доцент Краснодарского политехнического института Владимир Чуев. По его словам, незадолго до катастрофы Крымская астрофизическая обсерватория зафиксировала резкий скачок электромагнитного излучения из космоса. При этом речь шла не о солнечных вспышках. Коллеги наших астрофизиков в Японии и Канаде никаких изменений не отмечали. Похоже, кто-то намеренно воздействовал на район Черного моря через спутник или установленные на самолетах секретные системы. Неслучайно, незадолго до трагедии в Новороссийске на теплоходах Герои Севастополя, Бургас и на других судах на радарах регистрировали сложные цели. Поразительно, но история о современном волновом оружии напоминает легенды о песнях сирен и других сверхъестественных звуках, которые сводят с ума моряков и путают показания навигационных приборов. Об этом явлении писал американский литератор и журналист Голвард Филиппс Лавкрафт. Он назвал этот сигнал «Зов к Тулху». Я думаю, что Лавкрафт, конечно, о подобных историях слыхал от моряков. Экипаж внезапно покидает суда, которые абсолютно в исправном состоянии, на плаву, а за историю мореплавания таких десятки, как минимум, обнаружены были. Как раз-таки называют инфразвук, который воздействует на, собственно говоря, именно какие-то, да, на нашу психику. Невероятно, но недавно «Зов морского чудовища» или, по крайней мере, что-то на него похожее удалось зафиксировать ученым. Американские исследователи услышали «Зов к Тулху». Недалеко от тех мест, где, как считается, обитает древнее божество, был зафиксирован загадочный низкочастотный звук. Неужели миф о владыке морей получил подтверждение? Одни из главных морских божеств – гигантский рыбочеловек Дагон и его жена Гидра. Они покровительствуют глубоководном, бессмертной расе разумных амфибий. Под водой живут и шаготы. Самое могущественное существо – Ктулху. Его вид ужасен. Он одновременно подобен осьминогу, дракону и человеку. Ктулху спит на вершине подводного города рельеф посреди Тихого океана. Когда звезды на небе примут определенную конфигурацию, город появится над водой и Ктулху проснется. Это образ такого абсолютного зла. В некоторых его произведениях есть намеки на то, что в конце времен Ктулху явится и уничтожит наш мир, поработит, станет владыкой всего. Если цитируют Библию «зверь, уходящий из бездны». Исследователи подтверждают, в пантеоне большинства народов действительно существуют морские боги, которым приносили щедрые дары и возносили молитву, чтобы они даровали жизнь мореплавателям. Впрочем, работает этот механизм и в обратном направлении. Морских богов можно попросить затопить корабль и забрать жизни экипажа. Бог – это просто сила, она не имеет окрасы. Это не добро и не зло. Она, в принципе, зависит от настроения бога, от того, какой человек к нему обратился. И он способен как причинить серьезные неприятности, так и принести благо, процветание. О том, насколько действенны могут быть молитвы морским богам, рассказывают не только мифы и легенды, но и исторические хроники. Испанское судно отправили на дно боги древних ацтеков. В этом были уверены индейцы, знавшие, что на борту Каравеллы находился Пабло Хосе де Ариага. Иезуит-миссионер, он всю жизнь боролся с языческими суевериями местных жителей. Но ненавистные монаху божества оказались сильнее. 1 октября 1887 года в аргентинском городе Байя-Бланка, вместе считавшемся святым у одного из самых загадочных народов Южной Америки, аравуканов, родилась Вайолет Джессоп, девушка, которая выжила в трех крупных кораблекрушениях. Смотрите далее. Кому надо молиться, чтобы уцелеть в морской катастрофе? И на Титанике спаслась, и на Британике. Ктулху зовет. Где на самом деле прячутся морские чудовища? Были выловлены там щупальца 30-метровой длины. Великая тайна Бермуд. Кто проводит эксперименты над кораблями в Атлантике? Отказывает компас, перестает показывать, как и положена стрелка с юга на север. Пайлет Джессоп называли самым везучим человеком в мире. Она умудрилась выжить в трех крупных морских катастрофах. В 1911-м пароход «Олимпик», на котором она служила стюардессой, столкнулся с крейсером. К счастью, обошлось без гертв. Уже через год она устроилась работать на «Титаник». Во время крушения Джессоп повезло. Ей нашлось место в шлюпке. Но уже через четыре года она попала в новую катастрофу. Причем все происшествия происходили с кораблями одного типа. У «Титаника» был брат-близнец. То есть такой же громадный корабль. Его звали «Британик». Он использовался в Первую мировую войну англичанами как госпитальный корабль. «Британик» был то ли взорван, то ли торпедировал немецкой подводной лодкой. И тоже затонул. Она уцелела опять-таки. Вот и на «Титанике» спаслась, и на «Британике». Если верить в морских богов, то почему-то только она им по каким-то причинам особенно приглянулась. Судя по всему, стюардесса с «Титаника» и в самом деле находилась под покровительством древних богов моря. Только не индейских, а кельтских. Ваолет Джессоп была ирландкой. Она призналась, выжить на «Титанике» ей помогла древняя молитва, которую девушка получила перед плаванием от одной старой ирландки. В кельтском пантеоне было много властителей вод, в том числе очень жутких. Стоит вспомнить хотя бы повелителя мертвых Дона, который насылал штормы и топил корабли. Были еще и король потустороннего мира Гвин Апнут и покровитель Ирландии могучий Мананан Маклиф. Он не просто как Посейдон топил все корабли, какие ему там от чего-то не понравились, а топил только те корабли, которые шли с тем, чтобы причинить, например, Ирландии какие-то беды и неприятности. Вот им от него довольно серьезно доставалось. У предков нынешних жителей Соединенного Королевства было так много морских богов, и они были так подробно описаны, что невольно возникают ассоциации с морскими чудовищами Говарда Лавкрафта. Что интересно, затворник из Провенца считал себя вовсе не американцем, а истинным англичанином. Для жителей Новой Англии, наверное, вполне себе распространенные представления. Они заселили гораздо раньше, чем, например, предки тех колонистов, которые заселяли там Запад, да, там, Южные регионы, там, Америки. А вот, и поэтому они считают как бы себя более древним, вот, родом. Возможно, истинный англичанин Лавкрафт догадался о могучих покровителях его народа. Ведь, по мнению многих исследователей, писатель ничего не придумывал, а получал информацию напрямую от высших сущностей. Вселенная Лавкрафта, она абсолютно уникальна. Ни до, ни после, ничего подобного, как бы, созданного не было. То есть это не могло быть просто, просто создано одним воображением. Вот, потому что такие, как правило, глубокие вещи диктуются свыше. То есть это такой вот типичный визионерский тип писателя, когда он, как бы, передает в мир, транслирует информацию не из самого себя, а скорее, как бы, откуда-то извне. Получается, предки нынешних британцев верили в страшных морских богов, подобных Ктулху, Дагону и другим персонажам из книг Лавкрафта. Со временем в народе о страшных владыках стали забывать, однако немногие избранные сохранили древнюю веру. Годы шли, и орден фанатиков древних богов преобразовался в засекреченную организацию отдел Кракен. Впрочем, по мнению конспирологов, правильное название не отдел, а секта Кракен. Возможно, Кракен – это не только символ власти. Члены этой организации и в самом деле поклоняются подводному чудовищу. Собственно говоря, сомнение было, что существует Кракен, гигантский кальмар, которого до сих пор никто, в общем-то, не видел, потому что он глубоководное существо, и на поверхности его просто разрывает внутреннее давление, он просто лопается. Но зато были выловлены там щупальцы 30-метровой длины, симбиоз всех вот этих монстров. Ради великой цели, укрепления власти Британии над морями, адепты секты Кракена ежедневно возносили владыкам океанов молитвы, приносили в жертвы иностранные суда. Есть гипотеза, что большинство необъяснимых природных явлений, которые фиксируются в районе Бермудских островов, результат экспериментов секты Кракена. Исследователи не знают, что из себя представляют технологии дистанционного воздействия. Известно только, как они себя проявляют. Отказывает компас, перестает показывать, как и положено, стрелка с юга на север, то есть становится невозможна никакая навигация. Говорят о внезапно налетевших, хоть не весть откуда штормах, или что для парусного флота было еще того хуже, внезапно налетевшее затишье, которое заставляло их дрейфовать в районе треугольника, изнывая от ужаса буквально. Почему же местом испытаний выбран именно этот район? Конспирологи считают, что именно там, на дне моря, спит существо, которого писатель Лавкрафт называл Ктулху, а сотрудники суперсекретной организации Кракеном. А если вспомнить, что подводное чудовище считается матерью всего сущего, становится понятно, к кому обращаются британцы, когда исполняют свой гимн «Боже, храни королеву морей». Гибель корабля, так же, как и смерть неугодного человека, можно заказать. Конспирологи уверяют, для этого нужно обратиться либо к профессиональным морским киллерам, либо к сверхъестественным силам. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.